Роберт Бойль родился 25 января 1627 года в городе Лисмар, Ирландия. Отец-герцог Коркский обеспечил безбедное существование детям. Роберт получил домашнее образование и стал студентом Итанского университета. Спустя четыре года обучения юноша уехал в поместье Столбридж, а в 12 лет отправился с братом в европейское путешествие. В течение шести лет молодой человек учился в Швейцарии и Италии и вернулся домой в 1644-м. К тому моменту отец скончался, оставив любимому наследнику состояние. В Лондоне Роберт стал завсегдатаем приемов для местной интеллигенции, свел знакомство с учеными, политиками и литераторами. В Столбридже он организовал лабораторию, куда выписывал книги. Поняв, что хочет связать биографию с наукой, Бойль также начал изучать философию и богословие. У Роберта Бойли не было жены и детей. Загруженный исследовательской деятельностью, он питал настолько большой интерес к науке, что личная жизнь ушла на второй план. Все силы ученый вкладывал в распространение христианства и свершение новых открытий в области физики и химии. С 1645 в домашней лаборатории Бойля велись эксперименты по химии, физике и агрохимии. Первые опыты были связаны с исследованием растений и приготовлением настоев для изучения окисления и ощелачивания. Роберту Бойлю принадлежит идея создания химических индикаторов. Впоследствии ученый разработал рецепт чернил, использовавшийся в течение целого столетия. Бойль доказал, что взаимодействие веществ с разными реактивами приводит к распаду на простые соединения. Проведенную работу исследователь назвал анализом. Это исследование продвинуло химию на новый этап. В 1652 восстание крестьян в Столбридже вернуло ученого в поместье. Решив проблему, в 1654 Роберт уехал в Оксфорд, где стал членом незримой коллегии. Вместе с партнером Вильгельмом Гомбергом он проводил опыты, позволившие исследовать разновидности солей и составить их классификацию. Бойль сотрудничал и с физиком Робертом Гуком. С помощью партнера он модернизировал воздушный насос, что стало большим вкладом в развитие науки. Ему же принадлежит создание понятия «вакуум». Кровавые 1650-е, ознаменовавшиеся диктатурой Кромвеля, Бойль провел за работой в поместье и в 1660-м выпустил книгу «Новые физико-механические эксперименты относительно веса воздуха и его проявления». Следующий труд получил название «Химик-скептик». Бойль отрицал существование четырех элементов, описанных Аристотелем, проводил оптические исследования и подтвердил корпускулярную теорию. В 1662-м с ассистентом Ричардом Таунли Роберт сделал открытие, что изменение объема газа обратно пропорционально изменению давления. Закон Бойля, Мариотто позволил вычислять объемы газообразных составов. Он доказал, что изменение давления влияет на испарение, и первым описал расширение тел при изменении температур. Ученый сделал открытие, доказав, что воздух меняется в процессе горения, а металлы увеличиваются при нагревании. В 1665-м исследователь получил степень доктора по физике и был очень популярен. Его сделали директором Ост-Индской компании, но Роберт тяготел к науке. Он создал в Оксфорде научную лабораторию. Параллельно были изданы книги «Гидростатические парадоксы. Возникновение форм и качеств согласно корпускулярной теории о минеральных водах». Бойль изучал состав минеральных вод и реакции фосфора. Роберт Бойль добился важных научных достижений и стал основателем общества наук. Физик был президентом Лондонского королевского общества с 1680-го. Философ и богослов читал религиозные книги в подлинниках, изучил греческие и древнееврейские языки, организовал ежегодные чтения по богословию и истории религии. В завещании Бойля писал капитал, выделяемый им на спонсирование ежегодных лекций Бойля о религии и творце. В качестве литератора он писал трактаты и стихи. Ученый скончался 30 декабря 1691 года. Причина смерти широко не освещалась. Бойля похоронили в Вестминстерском аббатстве. Его наследство использовали на развитие науки и функционирование королевского общества, а также на просветительские чтения. Портреты физика и химика сегодня публикуют в учебниках, а в память о его трудах в 1970 году лунному кратеру присвоили имя Роберта Бойля. Продолжение следует...